всем привет с вами наш бокс Иван Фёзд Селиванов, Наил Порошин мужики, вот сегодня воскресенье 30 число значит вот Андрей Сульянушко на таком красавце автомобиле мы с ним договорились, что он покажет его нам он вот приехал сейчас, и мне было очень интересно, много новшеств в этом автомобиле произведено здесь стоял каэджитроник, моно-впрыск, а распределенный, да, такой? механический, да, вот, я все время путаю он, ну, он сейчас сам все расскажет, просто мне интересно, видите, стоит карбюратор у него были, у него остались маленькие нюансы вот трамблер, жигулевский, от Нивы, молодчина нет, от шестерки? ну нет, это Нивский, это у вас от шестерка вообще-то, приначально Нивский, этот трамблер с датчиком холла меня больше интересует самодельный коллектор да, ребята, вот коллектор самодельный Андрюш, давай расскажи, пока вот Иван Фёзд тебя поснимает расскажи судьбу и, к чему ты начал ее, как ты к этому вообще как ты скатился до такой зимы? что ездишь на Мерседесе очень хорошо прикатился, между прочим Мерседес был куплен за 55 тысяч, ну, с проблемами с двигателем были но так как у меня был в запасе двигатель то есть я рассчитывал, что я просто поменяю двигатель поставлю каэджитроник и буду ездить ну, как сказать, надежды не увенчались успехом пришлось, поставили двигатель, поставили каэджитроник со старого, с родного двигателя он не заработал у меня был также Стромберг 175 DS карбюратор немецкий поставили, тоже отказался работать причем даже когда мужа да, изначально была проблема с высоким давлением карбюратор не справлялся сразу и глаз залипал поэтому был куплен китайский насос малого давления был установлен и, ну, опять же, карбюратор немецкий не сработал с китайской и русской техникой не сростековались не сростковались не сростковались ну, тогда пришло решение такое делать самому именно коллектор впускной под специальным как-то под углом, чтобы он ровненько стоял то есть, все это мне помогли мужики на работе им большое спасибо могу их всех перечислить можете озвучить озвучить на них Александр Культюшкин помог очень сильно Андрей Козов, сварщик дядь Тофик, фрезеровщик помог очень ну, опять же, это не только как сказать идея рождалась не только в моей голове также мне помогали старшие братья и младший брат помогал то есть, чтобы запустить этого красавца у нас все как бы это получилось да, были нюансы сначала искали то или другой выход ты расскажи про замерзание замерзание, вот смотрите когда мы сделали первый коллектор мы поставили угол был неправильно выбран то есть, карбюратор находился не горизонтально, а немножко под углом поэтому нам пришлось опять же перерезать, переварить все заново изначально, грубо говоря но уже мы знали угол мы знали расстояние куда что поставить все это сварили поставили, все хорошо запустили двигатель работает, шепчет но единственная проблема начал замерзать карбюратор причем очень наглухо начал замерзать даже летом тут пришло решение то есть, вот так же мне мой старший брат который как бы очень хорошо занимается машинами и мой начальник говорит делай обогрев я его снимаю там сейчас, конечно, так слабо не увидеть сделали снизу небольшую вставку для подогрева приварили ее, подключили все греться, замерзать проблема ушла все нормально, двигатель работает но когда началась такая проблема когда, то есть, мы первый раз выехали начиная, даешь газ она не едет потому что здесь стоял трамблер мерседесовский sky-джтроник он без характеристик без опережения без опережения да, вакуумного мы думали, как это все сделать чтобы вот эти все датчики которые раньше здесь стояли потому что, если даже их покупать новые ну, не новые был один датчик 3500 ну, это космос у нас зачем а то сейчас начнутся колхоз молхоз да, я тоже да пусть болтает колхоз не колхоз но он ездит и летает главное, конечно, результат да, пофиг все на свете и вот смотрите то есть мы решили сделать как я поискал трамблер на этот именно мерседесовский который шел на 103 двигатель там 80 какого-то он год точно могу сказать а сколько сильно? здесь 160 и получается он есть такой в продаже но цена пушного и не факт, что там работает опережение хвостовое ровно полмашины да, он стоит новый стоит вот мне сказали с Германии прям нулевый привезут за 15 тысяч ну, куда такие деньги зря палить лучше головой поработать конечно ну, я думаю как бы это сделать сначала я взял волжский трамблер блин все идеально по высоте протачиваешь как впихнуть не впихнуть не впихнуть но мы это сделали поставили это то есть все примерили ну, а потом подумали если у Газели у него идет опережение в одну сторону а у Мерседеса в другую опережение идет опять же опять схватили за голову посмотрели подумали а что если взять вращение что ли? да а мне какая у Газели идет в другую опережение то есть он будет не в плюс давать а в минус запаздывание делать да наоборот как вращаться будет да как при этом а здесь он наоборот же должен повернуть чтобы дожечь Мухаммедович на Ауди бывает у него стоит трубка которая его удерживает а когда пошло на разрежение а когда ты даешь газ там получается уже сброс давления и он сам оттягивается на опережение да то есть на Ауди допустим при выставлении зажигания по стробоскопу нужно отсоединить вакуумник вот на Газели он крутится в другую сторону то есть этот стоит вот так вот и он делает опережение в эту сторону а здесь он делает в другую сторону и поэтому подумал так Жигулевский Жигулевский подойдет не подойдет посмотрели прикинулись да да взял Жигулевский трамблер причем самое интересное Жигулевский трамблер с катушкой со всеми проводами с это а ну это комплект да комплект комплект да 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 стоит 35 тысяч заехал на разбор 650 рублей мне прям вынесли Адалью нормально да это очень цена качества за ответ в итоге я принес на работу взял с размеры где работаешь так стекольное производство остров завод вот принес на работу самое прямое отношение к этой работе да непосредственное в итоге взял трамблер взял мерседесовский трамблер прикинул посмотрел где убрать где добавить где убрать и в итоге получился вот такой интересный трамблер с полностью рабочим хорошо регулируется диапазон большой да диапазон большой единственное может быть что надо все равно выставить точку ноль и эти по кромуцу знаешь что нужно выставить пружины это на течение пружины ослабить лучше будет ну вот это мы сейчас послали скажи скажи что он там я думаю сейчас мы в процессе все увидимся да 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 так ну что пока тормознемся да процесс покажем да ладно потом мы сейчас остановим немножко потом продолжим ребята вот мы сняли сняли крышку карбюратора и обнаружили так я еще раньше обнаружил когда стоял блинчик под воздушный фильтр это ребята карбюратор сделанный на базе дедушка помните говорил 41-78 2-125 там стоит первая камера 122 во второй 90 в футе 115 такой карбюратор не поедет дальше вот они богатые очень диффузоры эти малые съемные 35 на 40 ребята это распылитель на окушку но не на мерседес поэтому в общем так Иван Федорович будет сейчас делать тросик так как трос у него был сделан очень плохо почему плохо потому что он вон он вон он вон он вон он вон он вот он потому что он не закрывал дроссель заслонку сейчас мы ему всю начинку поменяем чистота поверхности никакой чистоты нет кто-то сказал что это от наилии нет ребята это не наильский карбюратор вот видите то же самое задели сплошные вот сейчас мы его перенач перенач начнем вот наши врезки стоят то есть наши по нашему делали ребята сами сами делали нет 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 здесь здесь все хорошо сейчас я все покажу как будем делать это Гоша иди-ка сюда я снимаю сейчас ты будешь снимать тихонько иди сюда не матерись сейчас я скажу что мы туда на это поставим что мы туда поставим вот были такие диффузоры мы поставим диффузоры которые ставятся на волговский двигатель вот эти гладкие вот они на держи не не давай сейчас сам вот ребята гладкие диффузоры они беднее гораздо поэтому у него было застать с этой стороны я сейчас подсушу ребят вот все делаете потому что диффузоры изначально идут немножко с браком фрезеровка неправильная зачищайте свои кто купит диффузоры ну вернее карбюратор в магазине старайтесь зачистить есть альтернатива про закусывание газа вот у тебя газ закусило ты летишь а перед тобой мерседес и ты не можешь остановиться а здесь представь летишь ты в мерседесе у тебя газ закусило а впереди окошка вот это будет все и ты не можешь остановиться и не хочешь и окошка пропадет вот макседес да 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 чистим навигатор сейчас сделаем обновить автомобиль да 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 вот сюда посвечи прямо я уже посвятил посвятил хорошо большой крупный сколько мы все прошли теперь мелкой ребята я всегда говорил сняли часть металла с одной стороны значит нужно добавить его с другой стороны как его добавить с другой стороны чтобы он плотно сидел в этой приемной патрубке вот так вот ребят вот эту сторону с пружинкой вот покажи какая какого она была размера это пружинка нет вот это вот вся пластина а теперь сюда внимание нет сейчас я вот стукну вот смотрите вот видите она немножко смялась вот так вот так нет так тогда вот и так видно а вот же смятая пластина смятая смятая я вот здесь смял а вот сверху не смял ну ладно ничего страшного нет то же самое делаем с другой стороны вот она ровненькая это со стороны пружинки стучат со стороны пружинки естественно они они в курсе так ребята это мы отдаем им вот 60 на 40 распылитель так дальше дальше ставим 180 180 на 130 воздушный на 130 сейчас мы 130 жиклёрчик найдем вот он 130 это воздушный ребята 122 жиклёр первой камеры уже стоит так это что это не тот это не тот это не тот 130 вот вот он вот он 130 и нам еще нужно один 120 сейчас я 120 жиклёр это во вторую камеру первый у нас ой это не тот не будем пока ставить 120 жиклёр Коша потом ты будешь ставить я туда не достану ребята вот видите пока помните я показывал что на 40 карбюраторе под волговский двигатель 402 2500 значит ставят вот такие распылители ставятся гладкие ставил я 165 трубочку и на 30 карбюратор и на 40 но оставим пока всё как есть двигатель мощный хороший оборотистый вот теперь Гоша значит ты готов ставить всё вот тебе эти а ещё одну вещь сделаем Гоша сейчас смотри что мы сейчас сделаем камер я тебе дам сейчас я тебе ещё вот про это ребята я поехал поехал в магазин привёз подсыпничков диаметром шарика 3 миллиметра вот он зачем я это делаю мужики кто скажет пока давайте пока я пока я сам сам не сказал вот шарик вот он свети так вот что мы сейчас сделаем сейчас я сразу сделаю этот сейчас я сразу же сделаю сразу же сделаю помните ребят мы вот этот вот иглу перепускного жиклера ускорительного насоса снял мы помните показывал я что вот этот шарик забиваем и удлиняем струю для такого мерса он вообще тяжёлый сколько он весит ну если в нагрузку то все две тонны так полторы две тонны вот мы сейчас откусим децил новую иголку взорудовала новую иголку сейчас я немножко шкруну как прям капельку смотри смотри туда я сейчас чуть-чуть вот и сейчас мы это дело зарядим ребят вот смотрите было у него стало другое так мне аж куда тебе положить то все а давай вот так возьмем крышечку вот так вот что ли вот сюда давай сюда Андрюх вот сейчас клади туда шарики я подержу подержишь начинка будет вот такая начинка у тебя и мы я думаю полетим дай бог расход за угадывали и расход будет под возврат пружинки шарики вот эти точеная штучка которая вставляется вот сюда в сектор не нужна она здесь а почему а потому что у него перекладина будет мешать когда мы газ сюда дадим у нас пружина упрется вот сюда а мне надо вот сюда приварить мне нужно вот сюда в самый край я дам только нечего приваривать а знаешь что а я сделаю по-другому я сейчас здесь сверлю отверстие в самом краю потому что нам самый низ нужен вот это вот привари пластину и все как удобно тебе она все равно бесхозная а ее ниже еще лучше я тебе говорю и все Андрюш я да правильно и все идеально я сектор забирал а это оставалось я понял иногда и эти нужны когда старые иногда пружины перетираются но когда уже 30 лет а еще есть вообще вещь где-то я ее видел она уже сломанная она сломана вот этой вот штучки нету только одна вот эта есть то есть еще вот именно то что надо ну а где она где она где она где она где она это вечная скатина а это да ну ладно ничего страшного нету нету ну ничего мальчик давай сделай пока вы там делать я может не ду можно даже если не же сделаем можно еще проще вот кулачок привари шарик улетел а дырка есть я вижу держи 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 ну я же подавал ладно уже не держу давай я вот так сделаю а вот сюда пружинку за чем ниже тем будет лучше понял понял у нее это будет плечо плечо да плечо лучше будет ну ладно хорошо ты камеру смотри не на сторону скрывай так все давайте на этом заканчиваем давай а резанный был бы еще лучше давай я возьму камеру а ты уронил еще раз нет выключают мусор выключай итак мы продолжаем ролик вот карбюратор собранный значит собранный он по стандартным регулировкам сорокового карбюратора 122 120 топливный 180 130 ну вот он собранный работает вот мне что-то не нравится дрожь мы сейчас с Андреем прокатимся посмотрим без фильтра если что то мы сымитируем с ним фильтр закрытие вождей поехали Андрей Наташа дождь да Наталья ну давайте поехали тогда прокатимся красавец конечно мэр это восьмерка восьмерка приехала он братья ее вот сюда-сюда заворачивай пусть пусть проедет готова давай давай слушай ну мощи конечно я чувствую просто чуть-чуть надавишь и он уже это значит Андрей сейчас что у нас стоит машина что стоит а не знаю сзади смерка мешает блин да что что смерка с лексиусом дорогу не поделит да вон пятнашка встала мне тоже тихонько здесь вот по асфальту старайся в ту сторону направо ага направо слушай он не чувствует нифига блин чего не чувствует он я думал он сейчас провалится фильтра нет а он прет и прет как это пальцы звякнули сейчас да так это очень хорошо у тебя клиста есть шестигранник чтобы убрать нету да ну мы уберем потом так сейчас смотри нам как налево направо нам сейчас налево нет не здесь вон там на Т-образную он куда белая машина поехала я бы обидел да ну ладно ничего страшного всех справа пропускаешь тут главное а слева тебя не волнует никто угу зажиганием не будем трогать ну-ка убирай ногу с педали топай убирай топай а тебе знаешь что сделай теперь вот столько закрой дросселью воздушный заслон подсос а подсос у меня не подключил не подключил ааа ну надо ах не подключился не он меня подключил тогда знаешь что тогда смотри вот сейчас давай-давай сюда заворачивай вставай на островок здесь есть островок безопасности вот он здесь туда никто не заезжай вот-вот-вот-вот прям на него заезжай вот он да вот вставай сюда так открывай и вот на столько прикрой его рукой хорошо так где он не не много не надо вот стойте хорош хорош то есть мы тем самым сымитируем воздушный сымитируем воздушный пинтон давай хорош пусть она ревет это не страшно пойдет она лучше или нет если пойдет прямо вовсе да прямо вон туда здесь свободная дорога это в пол вот в пол третья и четвертая скорость 110 я не знаю как она ездила вот сейчас пропал то что раньше давал вот здесь есть кружочек такой туда не надо ехать вот здесь видишь вот вон вон вот сюда заезжаешь и вот здесь прямо разворачиваешься 100 тысяч сплошных пересекем знаешь сейчас есть один вариант есть пока мы фильтр не воткнули сейчас поставим тебе 165 трубочку будет конечно очень хорошо но может стоит с этим с этим вариантом все все упирается в том чтобы она ехала и не зряла да мэрс этого достоин просто увеличить топливо мы всегда можем а вот сейчас пол жму вот подъезд на пятый я не знаю как он ездил знаешь в чем дело хорошо а дает твою характеристику трамплер трамплер есть конечно подозрения вот смотри мы сейчас что сделаем с тобой мы сейчас приедем я сниму крышку ты с ним сбегу ног и ослабим немножко пружину то есть мы стойки сожнем внутрь две потому что чувствуется трамплер переделался но не заделался да нет конечно смотри мы значит она идет не детонирует но плохо едет мне не нравится мерседес он должен знаешь как лететь должен ой-ой-ой я катался на мерседесе у меня 200 километров он спокойно набирает у меня у старшего брата был дизельный такой же там да там даешь и он сразу уже на месте шлифует да-да-да-да-да-да а потому что угла нету а ранее сейчас вот ему давать характеристики нет трамплера ну смотри карбюратор хватает хватает смотри едет и все пучком ну а работает так мягко ему сколько лет 91 91 за 55 тысяч нет ну бессовестный просто украл машину украл не украл давай здесь не украл все честно продали все честно продали я честно отвалил деньги и сколько ты в него впарил рублей 50 двигатель был запасной самое что я впарил в него это как сказать как он называется трамплер 65 рублей ну карбюратор подарили итак мы поехали на проверку значит автомобиля поставили 165 трубочку и разогнули не разогнули а ослабили грузики на на малых дросселях и на больших дросселях и машина уже практически совсем другая Андрюш ты не хочешь ничего добавить там машина стала повеселее чем была то есть пропали вот эти завалы как вот нажимаешь она не хочет ехать а сейчас знаешь что нормально уже уже реагирует уже реагирует на газ провалов нет это детонация мы сейчас уберем это же легко то ее не было а то она вон появилась это хорошо что появилась ну-ка убери ногу с педали топай это в пол а у тебя дросселя открываются оба точно точно ты в этом уверен ты уверен а вот что вот первый вот вот сейчас открыто первое прям-прям поехали вот открыто сейчас первое то есть он едет спокойно нажимаю это в полик открывается вторая камера ну хорошо ты в полик педаль нажал а там-то флажок открывается да-да все должно открываться а мы сейчас посмотрим подъездим да дальше чем мы сейчас здесь здесь посмотрим нет ну в принципе Андрюх смотри нет я почему спросил ну лучше вон туда-туда дальше-дальше лучше сразу посмотреть чтобы сейчас прям исправить сюда налево и на 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 заправку вон туда и вон там встанешь где вон там машина ушла вон у знака уступки дорогу слышишь да а ключ есть на такого нету да какой ключ нужен ну который трамблер убирает а шестигранника нет хорошо ну пошли выключи машину открывать капот мужики вот как видите это процесс доводки и он всегда присутствует он без него ничего нельзя сделать добавил прибавил убавил добавил прибавил смотри андрюх а ты там да посмотри вот видишь флажок второй камеры вот он вот он вот когда мы вот так вот смотри сейчас рукой попробуй рукой открыть горячий да вот вот видишь он вверх встал а впереди сделай то же самое только на газ все нет вопросов тебе и к машине не ну я я люблю перестраковаться тогда все в порядке а мы еще на газу не пробовали да вот газ надо сейчас как нет надо с фильтром газ любит фильтр ну давай давай бокс попробуем ну понимаешь дело в том что я всем говорил карбюратор он не влияет на движение газа то есть мы друзья мы сейчас ничего же не сделали зиклёр сменили он как был так и остался открываем заслонки и все правильно хорошо вот ты понимаешь а вот один там крендель есть друг богом данный вот уперно упорно не хотел так холостых мало мы это сделаем ничего страшного я понял ты понимаешь еще одна задумка есть у меня все время держит расход сейчас поставим богатую богатый вот этот диффузор который я снял у нас гладкий диффузор а у него с такими бортиками а бортики дают разряжение а разряжение дает что расход то есть больше вакуума больше сосен вот смотри она вот так при разгоне по трассе она вообще цены нет ну с фильтром с фильтром гораздо лучше будет тут даже бабушка не ходим я тебя не уговариваю я люблю чтобы хозяину самому понравилось мне как бы уже начинает нравится все это мне понимаешь хочешь чтобы хозяину понравилось мне не надо чтобы я тебя там ой да нет у тебя хорошо нет дорогой так не пройдет итак подписчики любители любители мерседесов любители газовых автомобилей мы продолжаем наш ролик и что мы отметили мы поставили все собрали с воздушным фильтром автомобиль едет он судя по тому что сказал пусть и хозяин мне не врет да стало веселее стало интереснее не плохо да сейчас это как бы с газом тоже поднастроили наши все причины почему он заглох сейчас все это ушло он глох у нас на нейтралке мы мы нашли причину ну причина банально простая воздухозаборник стоял прямо в этот радиатор открытым концом и давление воздуха просто глушило газ на холостом ходу он это все знает он решит проблему эту с воздухозаборником вот я не знаю как он ездил Андрюш ты сам скажи я просто вижу что машина едет машина едет то что не надо свои функции выполняет я доволен нет вы знаете 99% это сделал Андрей сам мы только немножечко импульс ему дали подтолкнули на правое правильное русло работы еще один повод и довод то что хороший карбюратор вот этот дазовский 4178 кто бы что не говорил это этот Мерседес еще раз подтверждает эту версию не может еще лучше может быть но он лег он из самых простых самый простой из самых простых карбюратор самый простой здесь 4 жиклера газ и подсос больше тут ничего нет а ну-ка убери ногу топай ну слушай как хорошо бежит мужики я не хвалю потому что я редко на мерседеске езди поэтому я не знаю его возможности есть нюансы которые надо делать но это уже другое это же другая песня все отлично главное работает система впрыска все отлично Андрюш сейчас я позову народ кто участвовал в этом деле а ты значит скажи там пару слов про подписчиков всех поблагодарю всех поблагодарить всех друзей своих Иван Федорович идите сюда заключительное слово скажет Андрей я хочу послушать его а я при чем а ты участник всех торжеств этого безобразия этого безобразия Андрюш скажи что ты обнаружил в данном конце резюме то что как бы я и хотел я приехал чтобы мне человек посмотрел определил рассказал объяснил все захочем все понятно все красиво это было сделано даже некоторые нюансы дядя Ваня огромное спасибо даже дядя Ваня здесь ничего не трогает это моя стезя машина ездит машина ты доволен Андрюш я доволен я надеюсь Наталья вы как это красавица супруга если муж доволен я тоже всем очень довольна вот это радует Иван Федорович со слов Натальи он не только авто мастер хороший он еще и домашний мастер хороший рукодельник это самое главное не рукоблудник а рукодельник Наталья подержите камеру подержите просто камеру вот а я тоже добавлю вот так вот спилберг без камеру без кадра между гигантов стану друзья мои вот на этом ролике я хочу закончить мы хотим закончить я доволен что Андрей нашел время и мне понравился ролик когда ролик мне понравится то я ребята довольный я даже здоровее становлюсь вот всем до новых встреч до новых роликов ребята вот смотрите какие есть хозяева своих любимцев коней остальных какие они преданные преданные своему делу всем до новых встреч до новых роликов всем пока